Всем привет, дорогие друзья! Я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу поделиться очень вкусной идеей приготовления. Это, конечно, не обед, наверное, и не ужин, но в любом случае очень вкусно, очень ароматно и, конечно же, просто. Начинаем готовить. Поехали! Ну и, как всегда, на столе у меня минимум продуктов, максимум, конечно же, будем добиваться вкуса. Нам понадобится батон, у меня белый, можете взять серый, можете взять булку хлеба, любого вашего любимого. Также понадобится очень яркий, с очень ярким вкусом и ароматом сыр. Здесь у меня всего 200 грамм, этого вполне достаточно. Это у меня сыр чеддер, это не реклама, ребят, я просто говорю, какой я сыр беру. Лук, буквально немного нужно будет. Сливочное масло я уже растопил, нам понадобится всего 100 грамм. Все, друзья, вот из этого и начинаем готовить. В первую очередь нарезаем батон. Я взял специальный нож с зубчиками. Лучше, конечно, брать батон вчерашний, с ним легче работать. Нарезаем наискось. Не дорезаем до конца, до нижней части кромки самого батона. Перевернул батон и начинаем нарезать в обратную сторону. Так, чтобы у нас получились такие вот кубики. Друзья, вот что у нас получилось. Такой вот красивый кубик. Все, хлеб отправляю в форму. И уже в самой форме буду смазывать. Берем в небольшую миску, терку и натираем сыр. Приподнимаем чуть-чуть батон. И засыпаем вовнутрь наш вкусный сыр. Хочу добавить немного итальянских трав. Прямо сливочное масло. Копленое уже масло. Очень хорошо смазываем наш батон. Итальянские травы придали еще больше аромата. Отправляем в духовку. Обязательно в разогретую духовку выпекать буду при температуре 180 градусов. Включу конвектор. И буду выпекать всего буквально 10-15 минут. Пока не образуется красивая корочка. Осталось нарезать лук. Нарезаем мелко. Хрустящий батон готов. Такой батон можно с кефиром, с молоком, с чем угодно. Даже с компотом, с чаем. Не важно. Такой батон очень вкусен. Очень обалденный. Так что готовьте вместе со мной. Ну что, друзья, давайте попробуем. Ммм. Обалдеть, как вкусно, друзья. Обязательно в приготовлении. Я уверен, вашей семье и вашим гостям обязательно такая закуска из хлеба понравится. Готовьте вместе со мной. Не забываем подписываться, кто не подписался. Нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новых моих видео. Не забываем, конечно же, делиться с друзьями и комментировать. Всем пока.